Вы смотрите программу «Город за спиной». С вами Светлана Воробьева. Здравствуйте! Мы рассказываем о том, что произошло в нашем городе, о людях и о событиях, то, о чем говорят и что обсуждают. Сегодня в нашей программе. Сегодня рано утром из Петрозаводска торжественно отправился первый регулярный автобусный рейс в Йоэнсу. Это совместный проект правительства Карелии и предприятия «Карелавтотранс». Станет ли популярным у пассажиров этот международный рейс, покажет время. Время. К первому сентября, кстати, готовятся также и в госавтоинспекции нашего города. Уже сейчас детей в городе становится все больше, они возвращаются с каникул. В связи с этим госавтоинспекция рекомендует родителям напомнить своим чадом правила дорожного движения. Кроме того, не лишним будет вместе со школьными принадлежностями приобрести на одежду ребенка специальные светоотражатели. Я как раз хочу обратиться ко всем родителям, которые готовят, сейчас очень активно покупают учебники, портфели, какую-то одежду в школы. То есть обратить внимание на две маленькие детали. Во-первых, чем больше светоотражающих элементов будет на верхней одежде ребенка и портфели, тем больше безопасности он будет находиться на проезжей части. Это никак не влияет на ценовую категорию изделий данных, но в темноте многие водители скажут спасибо за то, что на пешеходе вот эти элементы присутствуют. Это первое. Второй момент, на котором хотелось бы остановиться, это для родителей, которые в этом году собираются самостоятельно отправлять детей уже в школу и обратно, продумать все-таки безопасный маршрут. Это очень важно. То есть сначала составить картинку для себя, где лучше идти, где безопаснее идти. То есть если рядом пешеходный нерегулируемый переход или регулируемый, конечно, предпочтение отдать регулируемому пешеходному переходу. И маршрут составить уже через него. Исключить максимально вообще переход проезжей части, а если он присутствует, то выбрать его самый безопасный. Это первое. Потом пройти его вместе с ребенком. Где, что. Прямо вот остановиться и детально. Вот видишь, там автобус едет. Вот здесь машина останавливается в два ряда. Ты на пешеходном переходе можешь остановиться на краю. Тебя вроде пропускают. А в смежном ряду машина может не пропустить. То есть показать вот эти моменты, проговорить, посмотреть, пока есть время, пока не надо спешить никуда. Можно спокойная погода позволяет делать это в комфортной обстановке. А уже потом можно даже просто нарисовать это все. Пусть он с удовольствием нарисует схему от остановки от своего дома до школы и так далее. И прямо вот стрелочками все это проговорить. Это во многом обезопасит ребенка уже во время учебного года. Это очень важно. И, конечно, если сопровождение ребенка в школу будет поручено родителям, бабушкам, дедушкам, обратите внимание и бабушек, дедушек на неукоснительное соблюдение вот именно этого безопасного маршрута. Потому что, к сожалению, может быть, мама говорит одно, бабушка делает по-своему. К сожалению, очень многие взрослые оправдывают себя спешкой в этом вопросе и делают ошибки на глазах детей. А дети, к сожалению, их повторяют. Потому что самое главное здесь навыки. И прививают как раз их родители. Еще что касается 1 сентября. С этого времени штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличиваются. Теперь минимальный штраф это 500 рублей. 500 рублей за неправильный переход дороги. А если это сделано в состоянии алкогольного опьянения, то штраф будет колебаться от 1000 до 1500 рублей. Это, пожалуй, единственное изменение в кодексе, касающееся пешеходов. Все остальное это уже про водителей. Например, за непристегнутые ремни безопасности управление транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности, либо перевозка пассажира с непристегнутым ремнем безопасности, будут наказываться штрафом в размере 1 тысяча рублей. Раньше этот штраф составлял 500 рублей. Также коснется изменений и правил перевозки детей. Если раньше за нарушение правил перевозки детей без детского держащего устройства наказывалось штрафом в размере 500 рублей, сейчас этот вид наказания будет наказываться административным штрафом в размере 3 тысячи рублей. Видите, это существенное увеличение наказания, которое, надеемся, позволит нам избежать детского травматизма на дорогах. А также поговорить по телефону за рулем обойдется вам в полторы тысячи, за неправильную парковку 500, а если вы сели за руль пьяный, то помимо лишения прав сроком от полутора до двух лет, вам придется еще и штраф заплатить в размере 30 тысяч рублей. А вот покататься за городом со скоростью 130 км в час в Карелии не получится, не нарушая правил, конечно. Дорог у нас нет и неизвестно, когда появится. К сожалению, в нашей республике Карелия таких дорог, которые соответствуют требованиям, приявляемых к автомагистралям, нет. Поэтому в Карелии со скоростью 130 км в час ездить пока нельзя. Зато отменили нулевой промилле. Теперь прибор гаишника должен показать больше 0,16 мг абсолютного этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха, чтобы у инспектора было основание обвинить вас в пьянстве за рулем. Его построили в рекордно короткие сроки, заключенные из советских лагерей. Соединив Белое море с Онежским озером, этот канал открыл прямой водный путь из Арктики в Южные моря. В Национальном музее Карелии состоялась встреча, посвященная 80-летней годовщине открытия Беломорско-Балтийского канала. На встрече состоялась электронная презентация фотоархивов, посвященных истории Беломорско-Балтийского канала. 6800 фотографий из архива НКВД. Коллекция носит пропагандистский характер. Часть фотографий отретуширована, часть явно постановочная. 80 лет назад в этот момент был сдан объект. Вы знаете, уже я был атакован перед началом нашей датской экскурсии некоторыми журналистами. Вот ваша оценка. Давайте договоримся сразу. Вот ярлыков сегодня раздавать не будем. Сегодня, может быть, такие уж мы люди датские, нам нужна дата, чтобы задуматься. История ББК уникальна. Это была одна из самых внушительных строек первой пятилетки. И первой в СССР полностью лагерное строительство. Каждый подневольный строитель назывался заключенный канала-армеец, сокращенно ЗК. Отчего произошло жаргонное слово ЗЭК. 227 километров. 19 шлюзов. Все это было построено почти за два года. Ежедневно на работы по каналу выходило более 100 тысяч человек. По официальным данным, количество погибших за один год и девять месяцев стройки перевалило через отметку 12 тысяч человек. Самый главный диагноз Беломорско-Балтийского канала, при всем значении канала как транспортного, военного, стратегического объекта, все-таки я считаю наиболее болевой точкой нашей истории полное неуважение к личности. Хроническое неуважение к человеку, к его судьбе. Люди — это материал. Пусть это будут реформы 90-х, пусть это будут Великая Отечественная война, 30-е годы, 20-е годы. Вот мне кажется, что вот этот диагноз, он для нас исключительно актуален. Несмотря на то, что весь Беломорско-Балтийский канал проходит по территории Карелии, руководство республики мало интересуется его судьбой. Только в июне в музее была конференция, посвященная ББК. Но никто из республиканских чиновников не обратил на нее внимания. Да и никаких памятных дней не было. Даже в советское время ББК был государством в государстве. И правительство Гюлинга мало интересовалось его судьбой. Сейчас ситуация похожая. ББК находится в ведении федерального центра. И местным чиновникам нет никакого дела до дат и событий 80-летней давности. День физкультурника — своеобразный праздник здорового образа жизни. Его проводят в нашей стране с советских 80-х годов. После того, как в СССР прошла Олимпиада. На этот раз День физкультурника будет проводиться в эту субботу, 10 августа. Интересные спортивные события запланированы в городах Карелии и, конечно, в Петрозаводске. Планируется провести порядка 100 мероприятий, в которых примут участие 5000 жителей нашей республики. Причем виды спорта разнятся, и каждый желающий найдет себе зрелище по душе. Например, в Костомукше пройдет кубок по бадминтону, турнир по бильярду, а также мини-футбол, шахматы и теннис. В Кондопоге пройдут соревнования по волейболу, футболу и теннису. Петрозаводск же порадует выступлением гиревиков, традиционный финал Кубка Карелии по футболу, а также пляжный волейбол. В этом году у нас будет апробация комплекса ГТО, который на сегодняшний день разработан Минспортом России совместно с Министерством образования России. И в ноябре месяце он будет рассмотрен уже на госсовете у президента Российской Федерации. Мы подготовили золотые и серебряные значки, и всех желающих в этот день физкультурника на стадионе «Спартак» можно будет сдать те нормы ГТО, которые сейчас планируются ввести в Российской Федерации с следующего года. Также практически во всех районах республики пройдут ставшие уже традиционными массовые соревнования по уличному баскетболу. Оранжевый мяч 2013. Уже разработана программа соревнований. С 9 утра до 10 будет работать комиссия по допуску участников. Разработана форма заявки для участия. Соревнования сами непосредственно начнутся в 11 часов утра и продлятся. То есть, ну как пойдут соревнования, ну планируем окончание в районе 16 часов. С 9 до 10.30 в зависимости от поданных заявок будет произведена жеребьевка. Соревнования сами пройдут непосредственно на четырех площадках, на четырех кольцах в губернаторском парке. Победителей ждут памятные медали, грамоты, кубок, а также подарки от спонсоров. Отличием Дня физкультурника этого года стало то, что одним из символов спортивных соревнований станет факел паралимпийского огня под номером 0. Он будет продемонстрирован всем любителям спорта и олимпийского движения. Именно такие факелы будут использоваться для проноса олимпийского огня из сердца Греции в столицу зимних олимпийских игр Сочи-2014. Это все на сегодня. Смотрите наши программы в интернете на сайте tnt.ru, а также в социальных сетях. Это был «Город за спиной». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok